Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня у нас пятница, 7 апреля, и этот выпуск я хотел бы посвятить известной исторической личности, фигуре начала 20 века, которая, к сожалению, исторически была задвинута в тень, публицист, художественный литературный критик, общественный деятель Дмитрий Владимирович Философов. Кстати, портрет, который вы видите, был написан известным художником, иллюстратором, который родился в Беларуси, Леоном Бакстом. Дмитрий Владимирович Философов родился в богатой, зажиточной дворянской семье, он окончил юридический факультет Петербургского университета, стажировался в Гильдербергском университете. И в 1897 году он решил начать свою карьеру в качестве журналиста, начал заниматься журналистской публицистической деятельностью, начал печататься в журналах. Он печатался в то время в таких журналах, как «Северный вестник», «Образование», «Трудовая помощь» и другие. И спустя два года он вместе со своим кузеном Сергеем Дягилевером решил стать одним из организаторов, можно сказать, а затем и сотрудников журнала «Мир искусства», который был достаточно популярен в то время. Впоследствии вместе со своими знакомыми, такими как Дмитрий Мережковский и Василий Розанов, он стал одним из инициаторов религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге. После начала революции, уже после Октябрьской революции, Дмитрий Философов продолжил работать. Он работал в публичной библиотеке, он принимал участие в деятельности Красного Креста, он читал лекции. И в 1919 году вместе со своими друзьями Мережковским и Злобиным, они отправились из Петрограда в командировку для чтения лекций в красноармейских частях. Сначала они читали лекции в Жлобине, Беларусь. Впоследствии переехали в Минск, где также читали лекции. В 1920 году их направили в город Вильна, они туда прибыли и впоследствии все-таки решили перебраться в Варшаву. Им это удалось сделать, эмигрировать в Варшаву, где и обосновался Дмитрий Философов и где проведет он свои последующие годы жизни. Варшавская сторона его жизни была также достаточно насыщенной. Он продолжил заниматься журналистской деятельностью, начал выпускать Варшавскую газету. Очень интересный период его жизни. Газета была таким вестником русской общины Варшавы, где публиковалась вообще вся творческая жизнь, культурная жизнь этого города. Скончался Дмитрий Философов в пригороде Варшавы, Отворцк, на своей вилле, проведя очень яркую и интересную жизнь. Среди его цитат я подобрал сегодня следующее. Узымительная настойчивость достойна лучшей участи. Наша критика знает только закон своего ножа анализа и совершенно потеряла способность радоваться новому художественному произведению. Спасибо за внимание. Желаю вам приятных активных выходных. Увидимся завтра в субботу. Продолжение следует...